Друзья мои, когда-то давным-давно, лет 15 назад, мы были в вашей шкуре. За это время многое изменилось. Сюда можно выходить в новую жизнь и совершенно менять свою предыдущую жизнь. Это вот та первая камера, с которой они работали, наши предшественники. Без вашего участия вообще ничего не получится. Для чего мы живем? Задавал себе вопросы, заходил постоянно в тупик. Еще в дыхатель тюны сделаю там, как бы. Здравствуйте, здравствуйте. Радость встречи с сыном перевешивает все. Но тем не менее, мы так или иначе до сих пор руками делаем видео. То есть мне тоже хватит сил начать всю заново, построить свою жизнь правильно. Ведущий в область постоянный фон. У каждого сужденного на одежде имеется нагрудный знак, в просторечии бирка, на котором указана его фамилия, имя отчества и номер отряда. О, кстати, у котов и кошек, которых у нас великое множество по лагерю бегает, также имеются вот подобные нагрудные знаки, где также указывается и их имя, и принадлежность к какому-либо колонистскому объекту. Ну, в данном случае это у нас колонистский код Fender. Клубовский код Fender. При вызове представителей администрации, когда осужденный заходит в кабинет, примерно это выглядит следующим образом. Здравствуйте, гражданин начальник. Осужденный, фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, начало, конец срока. По вашему вызову прибыл, либо по личному вопросу. Кошкам, в принципе, в этом отношении намного проще. Им достаточно просто мяукнуть. И то, от них этого никто не требует. Там что, все готовы к репетициям? Ведущие там? Давай проверим, как по звуку. До работы в КТВ я работал в клубе, подрабатывал диджием, как бы. То есть, меня нашли именно здесь и привлекли уже потом к работе в КТВ. То есть, смотри, восьмая, вот восьмой, видишь, значок? Это фон вступления, то есть, открытие занавеса, занавес открывается, как бы, выходит ведущий. Нажимаем меню. Сразу же первый. Все, вот она идет. Любимая моя песня. Сразу оценить, где говорят, там надписи все эти, подойду, не подойду. Текст, вспоминания из моего детства. У меня мама любила эту песню, слушала. Концерт будет делаться для как учителей, так и для учеников, которые в этом году пойдут учиться в школу. То есть, дабы так взбодрить их дух. Так что пусть пока пацаны репетируют. Ну все тогда? Я, конечно, хочу, как любой человек, пораньше освободиться, потому что на свободу это необъяснимое чувство, как бы, все равно тянет. Мне трудно себя перебороть, я вот борюсь сейчас с этим. Это как бы трудный этап. Я действительно восстанавливаюсь. Я 10 лет был наркозависимым человеком, как бы, жил, можно сказать, для себя, жил один. Дело-то не в наркотиках, а дело в самой последствиях. Это лень. Это безразличие ко всему, это нецелеустремленность. Раньше какой-то ответственности, я вообще это чувство даже не знал. Не знаю. Мне кажется, вот, что я раньше не видел цели в своей жизни, не видел, для чего мы живем. Как бы, задавал себе этот вопрос и заходил постоянно в тупик. Честное слово, как бы. А здесь я понял, что гораздо все, все гораздо проще. Нужно, как бы, жить и наслаждаться этой жизнью. Соответственно, где будут хорошие дела, там, как бы, и позитив будет скапливаться около тебя. И, может быть, ты, как бы, станешь счастливым, может. Вот это и есть смысл жизни. Что-то доброе вносить в эту жизнь. И, соответственно, жизнь, как бы, оплотит тебе. И ты почувствуешь себя удовлетворительно и счастливо. Как сказал в Великой Конфуции, найдите работу, в которую вы влюбитесь, и вам никогда не придется больше трудиться в этой жизни. О, Константин, привет. Ну, как у тебя проходит? Ричодый готов к сценке-то? Готов. Все, погладил платье, парик, расчесал. Конечно. Я просто придумал на первой сибири сценку, такую театральную, как бы. Такая, не сказать, что сильно смешная, но для учителей, как бы, пойдет. Вот уже приготовлен бюст. Бюст приготовлен. Приготовлен даже вот парик. Что приготовлено? Парик, видите? Учительница будет у нас в парике. Ну, были там учительницы, я вам говорю. Все. Еще вот такие тетюны сделаю, там, как бы. Все. Вот, собственно, каблуки. Начинался день, в принципе, это, как-то, тускло, что ли. Потому что... Однообразно. Да, однообразно. Серые будни. Ребята, что-то, чем-то, чем-то, все так не важно. Чувствую, вообще. Погода. И температура. Причем. Чем мы давайте? Чем мы вишем? За нами идет, что ли? А, ну да. Какая дверь тут нехорошая стоит. Злая. Я тут, ну... Ну, заметно. Слушай, у меня такая идея к Вова пришла. Просто мы прямо чудесно снимаем нашу сейчас, нашу работу. Ну, раз мы задумали ролик наших этого, давайте поснимаем нашу работу. Не надо их снимать. Тебе виднее. Точно будет. Не, идея, конечно, неплохая, но будем постигать искусство монтажа. Да, конечно, все-таки нужно освоить, чтобы каждый из нас освоил все специальности. То есть и оператора, и репортера, и монтера, так скажем. Это у нас дорожка сверху, это у нас видео или картинки, а вот это звуковое сопровождение. Нет? А если поменяем местами? А если поменяем местами? Как? Да. Почему я знаю? Будет наоборот, наверное. Да нет. Опа, тихо. Трубочку возьмите, пожалуйста. Давай, ступим. А? Все, понял. Давай. О, замечательно. Все, жжете. Че? Ковывайтесь, ботали вперед. Че такое? Да. Че такое, куда? Став, че, вам какая разница, куда идти? Сказали одевать. Большая разница. Где одевайся, че тебе? Я одет уже, ничего не одевать. Ну все, он одет, спешку на голову и на выход. Пошли. Давай. Выясняю, куда, зачем. Вам сказали, для этого, чем. Вызвали к начальству. В общем-то, я догадываюсь, зачем вызвали. Почему вызвали? Просто я нам пока не стал объяснять. Ну и вообще, пусть, чтобы, зачем объяснять все сразу? Пусть будут всегда настороже. Ну и опять же, простор для размышлений. Пока идут, есть над чем подумать. Зачем, куда, почему. Пусть будет всегда насторожен. 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 вы можете уже познакомиться с одним сторожилом очень рады это дима макурин так что можете уже начинать целыми днями мы бегаем что-то снимаем что-то готовим у нас этот эфир вот и мы все время все время бегаем и торопимся нашел я фотографию случайно вот эта вся команда это датировано сентябрем девяносто шестого года а телекомпании и тк-2 в екатеринбурге знают почти все но их передачи смотрят только избранные заключенные правительной трудовой колонии номер два если честно я не сразу узнал дима макурина то есть я видел как бы его в исторических материалах в нашем архиве то есть там он худой в робе как ну то есть как мы а здесь он приехал такой спортивном красном костюме такой уже довольно такой отъявшийся видно что человек зажиточный то есть так начатом у нас пола опять замок опять его искать ну пойдем тогда в клуб для начала склад тут была наша кинобудка 80 и радиомастерская с этим человеком на нет нам не надо не нужно было задавать ему никаких вопросов то есть несмотря на окажущийся нам холод в его поведении он несмотря на это показал нам достаточно показал и рассказал нам все что нам интересно было узнать он мы выходили по зоне он показывал нам места так скажем своей боевой славы мы еще стали свидетелями поистине исторического момента мы сейчас находимся в одном из первых в одном из первых а не в первом как выяснилось сегодня помещение к тв и с нами один из отцов основателей нашего кабельного телевидения нет ну так все время на и бы и было бы телевизору было поменьше потому что они находились в теле мастерской но мы тут тоже занимались лица параллельными этими же вопросами что жизнь есть жизнь в колонии все годами же люди живут выходи выходи зеркальце весело мы спокойно видели как нам заходит сергей кайно захар винников и навыков михаил именно заслугами этих ребят кабельное телевидение получила свою популярность и известно как любой команде в общем то мы распределяем уже между собой роли у кого что лучше получать зато тем и занимается то есть мы знаем что если захар снимал то все мы сделаем этот ролик без проблем то есть мы знаем а то что нужно он отснял вот вот так вот и если он знает что если я сажусь значит за что-то писать или что-то звучит значит это будет озвучено так как надо и так как надо написано а вот и по поводу профессиональной деятельности хотелось бы поинтересоваться то есть сели ребята ну ваши коллеги по ктв первая тройка первая тройка вот то что я говорю что я захар и серега мы все остались в телевидении все так или иначе то есть под разным соусом но тем не менее мы так или иначе до сих пор руками делаем видео вот сейчас вот нам должен приехать сергей вы как с ним давно последний раз виделись но мы пересекаемся периодически время как-то так вот лечит все равно друзей говорится вспоминаешь там одноклассники в контакте все то есть сегодняшний мир так как бы связаться не проблема там он фотки выложил я фотки выложил вот и потолстела ты такой же все худой знаешь эти-то разговоры в течение жизни проходят здесь столько мест которые наверное впервые появились таких учреждениях как-то осужденные пришли к тогдашнему начальнику колонии замечательной идеей говорит а можно нам сделать пешеходную дорогу как арбат начале колонии говорит проблем нет свободное от работы время пожалуйста буквально за но месяц наверное фонари сделали дорожки мощеные посадили цветочки прошло некоторое время и мороз цветы прихватил и они такие пожухлые неинтересные начальник колонии града что-то как-то некрасиво хотели чтобы здесь было красиво а мы как раз шли на обед ну 30 минут максимум были на обеде выходим и я даже не поверила своим глазам цветов нет а вместо цветов растут елочки с один из цехов выпускал новогодние сувенирные елочки и осужденные за вот эти 30 минут успели найти эти елочки воткнуть и даже что-то наподобие ваты как будто это снег ах я вижу довольное лицо значит что-то сдвинулась мертва то есть здравствуйте 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 привет здравствуйте давно не видели вас с возвращением спасибо народе с появлением сергея сперва и сергея все стало на свои места я говорю не только о сегодняшнем дне я говорю вообще все вот наши вот истории так скажем работы в ктв так ясно что какие планы подарки дарить давайте подарки мы тут вам собрали гривачок легкий давайте в клуб пойдем пойдемте в клуб а вы пойдемте в клуб были смотрели да там место было ну и все прекрасно ну значит пойдем все пошли свободного времени у съемочной группы нет совсем в колонии постоянно что-то происходит ребята снимают репортажи программы и даже клипы для местной рок-группы а также принимают гостей любопытствующих журналистов и коллег телезионщиков а каждый день у них обычная работа съемка монтаж озвучка не такое как будто не было точка жизни который прожил на заколючена когда-то давным-давно мы с димой мечтали бы а половине бы этого а статей а статей а статей а статей а стопроцентов похоже на нас столько же энергии в глазах столько же желание заниматься этим делом я больше чем уверен что если даже они не будут заниматься на на воле телевидения будут заниматься каким-то другими делами но они будут заниматься именно тем же рвением с такой же жизненной установкой позиции серёжа у нас теперь нормальный микрофон не бутафорский фэндер его имя на шее он должен открытие ну кафендр ты должен по всему поэтому пройтись конечно очень обрадовала камера новая техника вообще там оборудование такое я вообще слабость к оборудованию нравится техника различных как бы здесь ну я просто свидание длительное в это время сейчас как раз вот как раз должен быть а а а а Радость встречи с сыном перевешивает все. А Ладик-то как по тебе скучает? Сказала к папе поедем. Ой, хвост с трубой понесся. Из кухни побежал к папе. Чего я не стеснялась? Да. А вот фотографии Ладкины все тебе привезла. Ой, целую кучу санаториев приехали. Посмотри какие фотографии. Посмотрите сейчас. Смотрите сначала. Тебе нельзя. Да. Шли годы. Шлифовалось и оттачивалось мастерство. Накапливался опыт и студия развивалась. Многие из ее первопроходцев уже освободились, оставив вместо себя достойную смену. И стенгазеты еще продавали. У меня стенгазеты полгода первое место занимали. Так вот я творчески развивался, а на воле даже рисовать не умел. Ну что делать? Что делает колония? Сила приказа. Нет! Какого приказа? Там вообще было свободу творчества? Где в зоне? Там все только на этом устроилось. А вот когда-то здесь вот не было еще здания, мы здесь ходили, курили. Это 94-95 год. Андрей Юрьевич! Ну что, давайте к вам хоть зайдем в гости. А помните, вы меня спасали? Вы пришли, я в поведение здесь сижу за подпись, за ту дурацию. Андрей Юрьевич всех спасал. Да, да, да. А вы еще меня снимали? Да, да. Ну, пожалуй. Давайте уж, чтобы лирик окончательно наклонил. Макурин с Кайном опять пришли выпрашивать, да? У тебя был в Лашке. Вот это наш самый главный начальник, который, короче говоря, курировал наше КТВ в то время. Потому что всегда приятно, когда человек, с которым здесь столкнулся как-то, тем более, ну, как-то работали вместе. Я считаю, что это работа, потому что они также работали, ну, под моим началом, вот так немножко. Всегда рад, когда встречаешь их на улице, ребята подходят и говорят, здравствуйте, как ваше здоровье? Вот для меня это как бальзам. Я просто хотел, никогда не забыл тот случай, когда вы мне хотите помочь, и еще пока не можете, не знаете чем, а я сижу в этом обезьяннике. Ну, за свое дело попал туда. И вы такие, от безысходности, большие человечки, теплоты мне, раз конфету, да? Нет, спасибо. Сижу конфеты. Ну, есть, что вспомнить, на самом деле. И вот не сожалею, реально, сколько, вот уже лет прошло, ни разу не пожалешь, что я сел в тюрьму. Потому что я здесь реально... Не, ну вот смеяться будете, я же здесь профессию нашел. Сейчас все этим занимаются. Руку на сердце положать, как бы, спасибо этой колонии, на самом деле. Она и мне, и Сереге, там еще кому-то, она дала профессию и путевку в жизнь. Ну, мы захотели этого сами. Ну, вот. Ну, спасибо. Пойдемте дальше. Очень рады были видеть, вообще неожиданно, реально просто. Даже столько хотелось сказать, а так неожиданно, что и сказать, ну, не знаете, вот Дима, спасибо, помогает. То, что меня сейчас окружает, тот мир, да, о котором я говорю, это моя жизнь, это мой бизнес, это мое все. Когда-то, благодаря отчасти и этому месту, да, вот все появилось то, что есть сейчас у меня. Дима раньше, когда мы только начали ПТВ-то так усиленно заниматься, украл на каком-то радио, ну, не то чтобы украл, записал с радиоэфира, там, музыкальный там, ну, сэмпл какой-то. И мы из него заставку залабали, все, и у нас была заставка, ну, а звук от радио какой-то заставки был. А они же, по-моему, там, через какое-то время, там, ну, суд несут, но предъявлять нам начали, что мы их используем, да. А что, ну, давай, ну, суд, да не могла. Мы недееспособные, ну, взяли, взяли, нам понравилось, их использовали. А сегодня нам бы хотелось сказать добрые слова в адрес тех, кто с первых дней существования кабельного телевидения полностью отдавал себя этому ремеслу. Многим из вас эти имена хорошо знакомы. Сейчас все они свободные люди, но по-прежнему занимаются телевидением. И нам очень приятно, что наши выпускники нашли свое место в жизни благодаря телевидению здесь. Сегодняшний день он много чего изменил, это такая переломная точка. И я уверен, что все то время, которое нам предстоит еще здесь находиться, заниматься этим делом, которое совершенно внезапно стало любимым нашим делом, этот день мы будем вспоминать как переломный. И разделит он наше время на до и после. Я уверен, что этот день послужит началом новой эпохи в жизни КТВ и в нашей, надеюсь, собственной тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот аж сейчас специально для нас запустят эту штуку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удовольствия мало, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боря, ты-то с ним поводился? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просто ознакомлюсь, что-то... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ему только что сказал об этом.